Здравствуйте, хотел бы рассказать о получении йодлика теперь более конкретного двумя способами попроще, посложнее показать еще одну технику прибанивания гуся, которая целиком на йодли она используется чаще всего при сильном ветре, в плохой погоде, когда надо докричаться до гуся но сначала с йодли начну, покажу опять же характерную ошибку, которую вот объяснял тогда руку держим ровно, а некоторые, за самый конец берем манок, за самый-самый конец некоторые манок начинают заворачивать в сторону, то есть вот так бы руки расположены вроде правильно а дуют вот так, вот так вот, камера звуковая портится и соответственно звука нет поэтому обращайте внимание, что ось манка, она четко проходит прямо тогда вот руку прикладывая, получается все четко значит, как самым простым способом получить йод это горловой звук я делаю нарочито с голосом, этого не нужно но вот надо понимать, что работает и горло, и туете вы при этом совсем немного важно оборвать звук после вот, двойное делать значит, после этого важно выдув оборвать воздух если вы будете продолжать тянуть, будет вот эта характерная ошибка, должен быть четкий обрыв потока воздуха ну, двойной и тройной йодель, соответственно, три раза ну, это самый простенький йодель, то есть тот, что я показывал на вывод он, конечно, более достоверный но есть техника, вот целиком на движении этого горла построена то есть это обычно используется для дальнего привлечения гуся чтобы обратить внимание на ваши чучела играется она тоже, немножко растягивая и убыстряя темп добавляя растянутый звук вот такой, да, и получается примерно в общем-то, удавалось до 10 метров доводить гуся на выстрел играя вот таким образом но рекомендую ее, прежде всего, использовать именно для дальнего привлечения также, когда гуся нет он сидит где-то на соседних полях отголоски доносятся это в тихую погоду хорошо и он со временем принимает решение перелететь туда откуда постоянно проходят звуки гуся вот сейчас еще раз покажу то есть мы играем ну и уже, когда ездят если гусь к вам повернулась сдалека уже переходите на клакинг то, что показывал ну вот примерно как-то так все все